Доброе утро! Спасибо всем собравшимся. Моя лекция будет состоять из двух частей. Вот первая. Первая часть такая практическая. Ну, инструкция про то, как мы собираем материал. И опять же, мы сейчас очень заинтересованы в дальнейшем в сборе материала по разным диалектам уральских языков. То есть я даже вот сейчас уже с кем-то договариваюсь о конкретных экспедициях, поездках на лето. Можно собирать индивидуально у родственников или выезжать куда-то. Ну, и также и по алтайским языкам. То есть вот этот вот рассказ, он касается как уральских, так и алтайских языков сбора анкеты. Давайте, ну, немного, так сказать, вспомним, какие бывают анкеты. Что мы можем собирать, выезжая в поле? Как вы думаете? Фонетические анкеты. Бывают еще какие анкеты? Да, бывают разные типы анкет. Вот. Я, собственно, ну, наиболее подробно расскажу о фонетических анкетах, потому что мы это собираем. У нас уже есть формат, в котором мы принимаем такие анкеты. Я объясню, чем и как он обусловлен. Этот именно наш формат, основанный на фонетике. Про морфологические, синтаксические, лексические анкеты я сегодня рассказывать почти не буду. Почему? Потому что у меня нет такой квалификации. Вчера вот мы с Анной Владимировной тоже вечером обсуждали тематику морфологических анкет. И, честно говоря, даже не смогли прийти до конца к единому мнению. И вот в чем было расхождение. Ну, уже в рамках проекта мы столкнулись с тем, что ряд, ну, какие-то темы в морфологии достаточно интересные и перспективные мы видим для всех языков. Например, можно упомянуть такую тему, как вот посессивность. Да, выражение посессивности в разных языках. Сейчас даже на материале вот хантыйского и селькубского языках, над которыми работа идет по моему руководству, мы столкнулись с тем, что посессивность уже выражает далеко не только посессивность. Ну, например, имеет характер, как кажется пока по текстам, примерно определенного артикля. Да, то есть, ну, вот мне Виктория вчера привела пример, рассматривает тексты Абдорские, Николаева, и там идет Куропатка, а во втором упоминании в лесу уже она идет с посессивностью. То есть это похоже, что определенный артикль. Аналогичные употребления посессивности зафиксировала Надежда Федотова и в селькубских текстах, но там они были завязаны на определенные лексемы. Термины родства там, день, год и так далее. Понятно, что такие вещи на памятнике или на каком-то закрытом корпусе текстов изучать не очень продуктивно. Гораздо интереснее это проверить в поле. Да, вот как употребляется посессивность, в каком контексте обязательно она нужна, а в каком нет. А всегда ли нужно слово мать употреблять с посессивным суффиксом, как это следует из селькубских текстов, или когда-то можно это не делать. И понятно, что хорошая анкета на посессивность, ну, с моей точки зрения, должна предусматривать все случаи, вот, ну, допустим, в одном языке заметили, что это функция определенного артикла. Но ведь для определенного артикля есть какие-то правила в разных языках. Значит, должны быть контексты, предусматривающие все эти позиции. Далее, ну, вот с Галиной Поздеевой мы изучали, ну, смотрели в селькубских архивах. Получается так, что похоже, что числительные употребляются после существительного два в двойственном числе только в определенной позиции. Возможно, она связана с темой ремы. Значит, тогда анкета на сбор числительных должна предусматривать разные контексты темы ремы. И так далее. Получается, что для хорошей морфологической анкеты по какому-то вопросу мы должны рассмотреть, как этот вопрос проявляется в разных языках мира и предусмотреть большое количество контекстов. Таких анкет очень-очень мало. Ну, из того, что я знаю. Есть, например, анкета Даля на акциональность. Она занимает около 50 страниц. Есть еще какие-то. То есть, понятно, что морфологические анкеты – это то, над чем отдельно надо работать. Для хорошей морфологической анкеты надо много знать по тематике и подготовить именно те вопросы, которые будут выявлять эти особые позиции. Вот, но мне бы очень хотелось, чтобы вот кто-то в своих дальнейших выступлениях, на семинарах, на лекциях, кто более опытный в морфологии, коснулся бы этого вопроса, дал бы примеры нам хороших морфологических анкет. У меня лично пока еще нет таких на работах, и я надеюсь этому сама научиться. Это же касается и синтаксических анкет. А лексические анкеты мы вот сейчас разрабатываем. Опять же, становится ясно, что для хорошей лексической анкеты нужно понимать, как функционируют эти лексемы в языках мира. Например, я сама занималась цветообозначениями. У меня вот кандидатская диссертация, они по ним подготовлены. И я уже выявила на ее материале, что в ряде языков предметы, отдельные предметы, то есть есть предметы, которые маркируются совершенно разными цветообозначениями, например, источники света, не совсем связанными с реальным цветом. То есть это идет уже не реальный цвет, а привнесенное носителями языка. Ясно, что такие моменты надо максимально спрашивать при сборе лексической анкеты. То есть если она идет на прилагательный, то должна быть выявлена максимальная сочетаемость. Вот интересно разработки Рахилиной Екатерины Владимировны, где она показывает, что теплый и горячий граница вот этого в разных языках проходит по-разному в зависимости от предмета, из чего он состоит. Тогда, значит, надо взять ее наработки, какие у нее предметы, как по-разному маркировались, и их опрашивать. Ну, в общем, лексические анкеты – это тоже отдельная тема, которая должна для каждой лексической области, видимо, отдельно изготавливаться с учетом уже наработок предшественников. Но морфологические анкеты, а фонетические анкеты в целом значительно проще. Поэтому их можно собирать без особой, на мой взгляд, подготовки. И вот этого практического вопроса, как их собирать, я хочу коснуться. Во-первых, ну, переходим к реальной ситуации. Вот вы пришли к носителю языка, хотите собрать у него анкету. Чего ни в коем случае нельзя делать при опросе. Во-первых, вот этот важный момент, ну, часто его нарушают, и это дает серьезные минусы в результатах. Если вы собираете, например, татарский диалект, то нельзя вести опрос на литературном татарском языке. Почему? Потому что на носителя это влияет. Он, ну, как бы уже начинает уходить от своего диалекта, может, часто подсознательно, и повторяет литературные какие-то моменты. Если вы хотите собрать диалект, то желательно вести опрос на русском языке или на каком-то другом языке, которым владеет носитель. Я понимаю, что это не всегда возможно. Есть случаи, когда носители говорят только на своем диалекте. Но тогда, начав работать с носителем, надо очень четко отслушать, что он все-таки говорит на диалекте и не дублирует литературный. То есть здесь результат, может быть, не всегда хорошо прогнозируем. У меня есть случаи, когда записывали на литературном, носитель хорошо владеет, пол вопроса он отвечал на диалекте, а потом он вернулся к литературному. Понимаете? То есть, ну, здесь уже большая опасность. Опять же, если вы ведете опрос диалекта на литературном, даже на русском языке, опрашиваете диалект, но сами вы знаете язык. А что важно делать? Важно, опрашивая, слушать, прислушиваться, и для себя сразу, может, в тетрадке помечать особенности диалектной речи. Например, ну, если мы возьмем, допустим, там, казахские диалекты, на месте «э» в ряде диалектов звучит «ю». Да? Но вы заметили эту закономерность? И если в середине опроса носитель уже стал опять говорить литературное, надо спросить, а точно так, а нельзя ли спросить через «ю», сказать через «ю». То есть, понимаете, опрашивая, вы должны, ну, в идеале, зная литературное, все время отслеживать, что это говорится не на литературном. Но этого момента можно избежать, если работать с людьми старшего поколения, у которых нет телевизора, да, там, которые меньше смотрят, и которые совсем не владеют литературным языком. Тогда вы от этого, как бы, гарантированы, что это не произойдет. Это самый лучший случай. Вот. Но если это невозможно, то, конечно, нужно все время контролировать, что опрос идет на диалекте. Следующий момент очень важный. Нельзя проводить опрос, когда есть посторонний шум. Хоть какой-то. Даже на улице, если вы ведете, вот, в ветреннюю погоду, либо надо покупать защиты для микрофона, либо лучше проводить все-таки в тишине. Почему? Потому что при анализе в праате, вот, Мария Константиновна будет показывать, как важны форманты, что мы именно по ним определяем гласный, и если у нас посторонние шумы, даже ветер на улице, мы уже не можем формально определять характер гласных. То есть крайне важна тишина. Следующий момент – это то, что надо писать на диктофон в формате WAVE, у которого есть формат WAVE. А на диктофоны с MP3 лучше не писать, потому что MP3, ну, как бы, сразу срезает часть фонетических особенностей, и они не такие ясные. И вот были случаи, что люди записывали в MP3, потом для сдачи нам конвертировали в WAVE. Такая же есть возможность, да? Все равно мы видим, что это не то. Ну, в фонетической программе совершенно другая картинка. То есть обязательно писать на хороший диктофон. В настоящий момент в лаборатории мы закупаем много диктофонов в профессиональных формате WAVE, поэтому если вы хотите поработать вот с нами, собрать материал, мы очень это приветствуем и готовы давать эти диктофоны, ну, на какой-то срок для использования. Следующий момент – как вести опрос? Ну, например, вы спросили по-русски слово. Носитель не помнит это слово. Или говорит другое слово, чем ожидается от него. Например, нам важно какое-то слово, а он говорит – совершенно другое. В этом случае есть разные ошибки. То есть часто бывает, что начинающий полевик, он начинает говорить – нет, это не надо нам. Вот, вы какое. У меня была даже ситуация, что одна женщина, доктор наука, ну, в поле у нее не было опыта, она поехала в Бурятию, вела опрос. Ей там как-то говорили, она говорит – нет, не надо, давайте я вам буду подсказывать. И тихонечко шепотом подсказывал нужное слово. И, значит, носитель громко повторял. Вот, говорит, хорошо, мы записали. Но вы понимаете, что при этом мы вообще не записали особенности диалекта. Потом пришлось ей, чтобы, так сказать, отработать деньги, оплату на дорогу, искать в Москве носителя. Она нашла и их собрала уже нормально. То есть ни в коем случае нельзя, слово даже у вас написано, его как-то подсказывать. Носитель должен вспомнить сам. Если, особенно если мы говорим чисто о фонетике. Понимаете, если вы подскажете, то велика вероятность того, что он это слово не знает, он повторит, но те фонетические особенности или ударения, которые могли быть, они не будут воспроизведены. А мы потом не поймем, как и что. Ни в коем случае нельзя носителю показывать вашу анкету. То есть, ну, иногда люди делают так, ну вот далее, давай зачитай, вот все хорошо, мы поработали. Нет, надо вести опрос по-русски и не подсказывать слова. Если он говорит другие слова, это все равно очень приветствовать, потому что нам все слова важны, не только те, которые мы дали. Это, наоборот, интересно, что вот в литературном так, а в диалекте другое слово. Ну, бывают случаи, когда немножко можно подсказать, когда носитель очень хорошо знает свой диалект, он совсем не сбивается и критически вам скажет, нет, я такого слова не знаю. Тогда можно так делать, но при первом опросе, при первой работе лучше так не делать. То есть, говорить чисто по-русски, никак не показывая то, что должно получиться. Что делать важно? Значит, мы собираем по три формы в изолированном произнесении с паузой между словами. Потому что в изолированном произнесении фонетика особая. она не такая, как в контексте. И очень важно, чтобы мы конкретно записали вот эти изолированные произнесения. Три произнесения важны для того, что если у нас какая-то особенность, и здесь она трижды повторится, она, согласитесь, более надежна. И всегда лучше опрашивать нескольких носителей из одного населенного пункта. Потому что тогда у нас будет, например, девять форм одного слова, и эта же особенность, она будет более доказана. Ну, плюс мы, конечно же, собираем не только изолированные произнесения, а еще и контексты. Вот по поводу них я сейчас еще отдельно скажу. Какую мы выбираем лексику для фонетической анкеты? Ну, в малоизученном языке, если мы впервые едем в диалект, то лучше собирать исконную лексику. То есть отдельно выделить ее. Потому что в заимствованиях часто бывают особые фонетические явления. И нам будет трудно разобраться, что в заимствованиях, что в исконной лексике. Лучше как малую анкету, первую анкету, собрать чисто исконную лексику. Я всегда вынимаю эту исконную лексику для уральских языков из словаря Карл Редой. Вот по этому адресу можно ее, или просто Starlink.Renet.ru и там открыть базы или вот более полный адрес. Можно выбрать все слова, которые в уральских языках имеют, ну, пенугорское происхождение, уральское происхождение. И, соответственно, их опрашивать. Вот. Ну, можно взять какой-то словарь этимологический, если для этого языка существует. Для тюркских языков лучше брать истя. Этимологический словарь тюркских языков и по нему составлять список слов. Как спрашивать формы? То есть, а вот какие контексты, кроме изолированных произнесений? Дело в том, что в уральских, например, языках достаточно часто бывают чередования в корне или разноместные ударения, которые меняются в зависимости от формы слова. И здесь мы должны сначала от первых, ну, мы так берем вот в рабочем порядке 30 слов, может быть, 40, лучше спрашивать максимальное количество форм, спряжения и склонения. Так мы выявим и морфологические особенности, и какие-то фонетические моменты. Далее важно отслушать, что там звучит, ну, в чем особенность, в каких формах, например, ударение перестает быть на корне и переходит на окончание. И в дальнейшем спрашивать начальную форму в контексте и потом те формы, которые дают по какому-то вопросу от нее отклонение. Например, в них появляется чередование или в них происходит перенос ударения. Вот эти вот формы обязательно спрашивать потом от всех слов. Ну, и, конечно, заканчивая вопрос о фонетических анкетах, я бы хотела сказать, что обязательно надо стараться спрашивать тексты. Тексты в любом случае важны, но и слова, произнесенные в анкете, это хорошо, а в тексте, ну, иногда часто вот у меня были случаи, что тоже ударение, оно звучит даже более явно, потому что носитель расслабляется, он говорит так, как привык, и особенности какие-то и фонетические, и морфологические, они более явно проявляются. Как мы обрабатываем материал дальше? То есть, сначала мы нарезаем материал на отдельные словоформы в программе Audacity. Ее можно скачать из интернета, а дальше мы уже работаем онлайн. Соответственно, для работы на нашем портале надо открыть адрес lingvadoc.espras.ru зарегистрироваться там. Вот я уже зарегистрировалась давно. Здесь можно зарегистрироваться. И тогда у вас уже будет возможность реально работать. Вот. Дашборд это как бы ваш личный кабинет, и вы здесь будете выбирать разные опции, создать словарь и так далее. Более подробно о том, как это делать, ну, в программной точке зрения, вам будет рассказывать на семинарах Олега Борисенко. Я всем советую посетить его лекции, семинары, потому что он будет рассказывать подробно о работе в этой программе, а я сейчас покажу, что и где заполняется лингвистической точки зрения в ней, и какие опции и возможности она дает. вот в виде у нас уже достаточно здесь много собрано и уральских, и тюркских языков, и тунгусских. Вот я покажу что-то на примере нотозерского диалекта саамского языка. Значит, этот диалект, он весьма интересен тем, что он настолько особенный, что в списке ЮНЕСКО считается, что это отдельный язык. При этом по нему остался сейчас в живых один носитель. Один носитель, и Виктория Борисовна Бакула записала от него, вы видите, вот большой словарь на несколько тысяч слов. Вот. Значит, когда мы вносим, сначала, значит, мы нарезали его на отдельные слова формы, далее мы вносим. В поле ВОРД вносятся обычно литературные аналоги. Если на этом языке есть литературный язык, ну, литературный язык существует для этого идиома, для нотозерского литературного языка нет. Тогда мы вносим наиболее близкий литературный язык, это кельдинский. То есть в поле ВОРД у нас идет параллель из кельдинского саамского. В поле транскрипция мы даем транскрипцию, стараемся давать транскрипцию, сделанную по МФА. Вот, МФА это международный фонетический алфавит. Почему вот мы остановились на нем? Потому что, ну, согласные так или иначе, ну, обычно достаточно легко затранскрибировать, и они слышны, они общеприняты, а вот что касается гласных. Вот здесь если мы посмотрим, то мы увидим достаточно много таких специфических обозначений, например, в слове белка первый и второй гласный, вот. Буарлив, буарлив, буарлив. Вот, как выбрать обозначение для гласных? Как вот мы в транскрипции выбираем? Понятно, что, ну, если ты выбираешь на слух, один человек услышал так, другой человек по-другому, и по сути никакая унификация невозможна. Мы теперь подходим к транскрипции, как бы стараемся формально. Мы вот собираем по возможности вот три произнесения от носителей, если он один, желательно от трех носителей. И дальше в программе проат каждое слово в идеале мы отсматриваем отсматриваем и размечаем на отдельные звуки. Вот это вот Маша тоже будет показывать, как это делается. И дальше мы загружаем вот это вот анализ проата, вот сюда вот можно подгрузить к звуку. То есть здесь идет слово литературная параллель, транскрипция, перевод и анализ проата. И когда у нас подгружены материалы из проата, то мы можем, и мы сделали такую черновую транскрипцию, то мы можем посмотреть, насколько она по формантам соответствует МФА и насколько она соответствует как бы между собой материалу. То есть принятие о транскрипте той или иной гласной принимается по формантам. В МФА есть определенные параметры. Сейчас я покажу, где это можно легко найти. Если мы введем в интернете вот по-английски формант, то у нас вот здесь появится такой список. Список того, какие гласные имеют какие форманты. Видите, вот для АИ первая форманта, которую легко можно получить в РААТе и вторая форманта вот такой вот интервал и так далее. То есть наиболее близкие поля, наиболее близкие моменты, мы для каждой гласной определяем поле, ее формант. Сейчас я покажу это как выглядит, и принимаем решение, какой гласный ФАА, она наиболее близка. То есть наша транскрипция таким образом в той или иной степени она поддается верификации, обоснованию. Вот. И вот как бы вот пример словаря, который подготовила наша вот сотрудница лаборатории Елена Ковалева, то есть вот фактически только приступив к работе с началом работы лаборатории, она уже подготовила словарь. И с помощью вот этой вот обработки она его разметила в ПРААТе и получила определенный интересный результат. Видите, у нее каждому слову, кроме звука, подсоединено на разметка. Разметка это выглядит вот таким вот образом онлайн. Видите, тут вот каждый звук и у него есть его показатели. Вот. Где он начинается, где он заканчивается и можно его проиграть в отдельности. Вот. А целиком информацию о том, что получилось для словаря, в котором есть разметки, можно получить, выбрав опцию Tools и нажав Phonology. и вот здесь в Task у вас появится результат. Вот, смотрите, вот что получается у Лены. В программе 3D в опции у нас отражаются все три форманты. И, видите, вот черные, допустим, точки, это А. Вот черные точки и облако на них рисуется. И таким образом мы видим результат того, как мы выполнили транскрипцию. Если облака пересекаются очень сильно, то можно задуматься о том, что где-то транскрипция выполнена не точно. Вот у Лены в принципе хороший получился результат. А вот я приведу пример результата, который выглядит совсем не так хорошо. Видите, как сильно все пересекается по глазкам, да? И это вот мы вот так вот проверяем и понимаем, что транскрипция нуждается в доработке. То есть, по сути, мы размечаем транскрипцию на слух, подглядывая вправо на форманты, потом подгружаем файлы прата в систему и получаем вот такой вот результат верификацию. Глядя на это, мы понимаем, что нужно уточнить. Где очень сильно накладываются друг на друга, мы думаем, наверное, мы неправильно разделили на гласный. Опять обращаемся к МФА, думаем, как делить на гласный и так далее. То есть, для нас транскрипция это не такой процесс, вот большая работа за ней стоит. Вот. И таким образом у нас вот для полностью изученных идиомов есть возможность увидеть в 3D в разделе Phonology верификацию нашей транскрипции. Там есть и файлы Excel, где все приведены данные по долготе, интенсивности и формантам. Как обрабатываются тексты у нас? Тексты для того, чтобы выложить у нас там в сайте, мы обрабатываем в формате ELAN. То есть, вот, например, можно посмотреть некоторые результаты уже работы нашего проекта. Например, по селькубскому языку здесь выложены сказки со звуком, записанные Натальей Викторовной Дубровской. вот, вот как они выглядят. Вот, видите? Вот. И, ну, значит, здесь у нас в первом слой дается текст, во втором слой дается литературная транскрипция, в третьем слой дается перевод на русский с указанием показателей словоизменительных. Вот, видите, локатив, плюралис, генетив. Дальше дается транскрипция каждого отдельного слова. Вот, она должна быть разбита на показатели. Показатели надо отделять и литературный аналог. швед-канала падал ай-мярк тракат чем вадат забор кёгут падал канала. Вот, для чего мы это делаем? Это делается в первую очередь для того, чтобы, почему нам обязательно элан и такой формат? Для того, чтобы мы могли переконвертировать это в словарь. То есть, когда мы сделали текст в таком формате элана, мы его можем переконвертировать в словарь. Вот у нас что, собственно, из этого получилось. Вот, то есть, у нас, например, есть слово, вот все случаи встречи его в тексте, все его переводы, вот начальная форма. Хак. А вот здесь собрано его употребление. То есть, по сути, в нашей программе есть нацеленность на то, также мы работаем с текстами памятников. То есть, у нас есть тексты и с аудио, и с памятниками. Есть возможность из каждого текста создать словарь, где автоматически одинаковые формы одного слова будут собраны в свое гнездо вместе с контекстами. И, ну, поэтому мы, конечно, заинтересованы в сборе текстов, мы их тоже превращаем в словари, и мы можем их связывать этимологиями. Вот этот еще не связан у нас словарь ни с чем, но вот другие словари, селькубские в частности, уже связаны между собой. Вот покажу пример первого словаря, который собрала Надежда Леонидовна Федотова, тоже от того же носителя, от Ирины Анатольевны Коробейниковой. Вот, и здесь у нас, видите, уже словарь так, наиболее доработан, есть и аналог из словаря, есть наша транскрипция, вот, есть и разметка для всех случаев. Вот, мы можем увидеть, какой длительности, какой звук. На основании этого проставлено ударение, на основании максимальной длительности, интенсивности, и для большинства слов уже найдены те или иные этимологические параллели, то есть, вот, случаи, и также и словообразовательные параллели, мы здесь указываем. И в дальнейшем мы планируем, что слова, большое количество слов из разных языков будет соединены между собой этимологией. Вот слово, допустим, бабочка, вот оно имеет разные этимологии в языках, то есть разные параллели в других языках. Ламброку, 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 ламброку. Это в ненецком языке. Ивико, ивико. Нет, это вот сюда неправильно подсоединен орел, но вот ошибка, надо его убрать. Вот в венгерском языке. Лепка, лепка, лепка. В хантыском. Лапата. Лапата. В другом диалекте венгерского. Лепка, 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 лепка. Вот, ну, конечно, у нас все эти материалы находятся сейчас в процессе обработки. Есть ошибки в этимологиях, они, частично, даже из технических моментов возникли. Есть много моментов, нуждающихся в доработке в транскрипциях и так далее. То есть, более того, ну, очень мало полностью законченных продуктов, полностью законченных словарей, и нам, по сути, нужна помощь и участие людей на самых разных уровнях. Вот сейчас нам для словарей конкретно нужны люди, которые умеют хорошо пользоваться проаком. Эта работа у нас достаточно хорошо оплачивается, там 40 рублей, 20 рублей одна словоформа с транскрипцией и со звуком нарезкой 40 рублей. Вот, и у нас нуждается в большом количестве работников, специалистов, вот эта вот область. Поэтому я призываю всех внимательно слушать лекции Марии Константиновны Амелиной, по возможности освоить и подключаться к обработке своих языков, тех, которые вам наиболее близки, интересны, потому что с помощью проата именно мы можем очень существенно уточнить транскрипцию. Вот, ну и опять же мы заинтересованы в сборе текстов, об освоении программы ЭЛАН. На своих лекциях вот Олег Борисенко будет показывать, как конкретно работать в ЭЛАНе, будет компьютерный класс, где вы сможете сесть прямо на каждый на компьютере все вот это вот опробовать и со звуком, и вот делать гласировку, ну вот, и дальнейшая конвертация в словари. Так, а здесь свет как-то... Я просто хочу выбрать цвет, который будет лучше, вот, да, лучше видно. Сейчас я бы хотела показать то, что вот, ну вот, я так долго рассказывала про транскрипцию, про ее точность, про то, как мы собираем полевые материалы, и хотела бы показать, как это работает, то есть, зачем это нужно, и предложить вам самим поискать какие-то правила. Вот, поискать правила и как-то, ну, и потом показать, если никак не найдется, что это за правила. Правила такое небольшое, задачка, но, в общем-то, таких моментов очень-очень много. Показать, как мы, собственно, подходим к решению вот этого вот, ну, к решению, к описанию историческому вот этих языков и нахождению каких-то правил. То есть, речь, собственно, пойдет о нотозерском, саамском, диалекте, на котором есть только один носитель, и который ранее фактически описан не был. Вот, ну, если мы выписываем параллели из кельдинского, мы можем сразу заметить, что вот этот вот звук кельдинском, гифтонг уэ соответствует разным звукам в нотозерском саамском. Давайте послушаем, каким. Уэсь, уэсь, уэсь. Чуэчит, чуэчит, чуэчит. Еще вот пример других звуков. Вот, например, вот такой. То есть вы видите несколько разных рефлексаций. Сейчас, собственно, ну, задача поиска здесь немного упрощается. Я, когда мы видим один диалект кельдинский, то есть язык кельдинский и другой язык, в котором рефлексация отличается, то в первую очередь надо обратиться, ну, такой мой алгоритм рабочий, про форму. На сайте Алгу по саамским языкам приведены про саамские формы. Вот они даны вот здесь вот под звездочкой. Где они есть, они выписаны. И именно обращение к ним помогает нам решить вопрос, выявить какие-то закономерности, когда в Натозерском появляется тот или иной звук. Сейчас я бы хотела вам продемонстрировать вот это вот, включить те слова, которые относятся к исконной лексике, у которых есть параллели в других саамских диалектах, есть про форма, и попросить вас предложить выявить какое-то правило, когда появляется тот или иной звук в Натозерском диалекте. Пожалуйста, смотрите внимательно, слушайте и смотрите на, ну, вот, параллели. Правило, в общем-то, достаточно простое. Стоять. Стоять. Тречит, тречит, тречит. Дальше. Старый. Ванномот. Старшая сестра. Класски, класски, класски. Шила. Ворь, ворь, ворь. Холодно. Чуась, чуась, чуась. Прийти. Потит, потит, потит. Окунь. Веск, веск, веск. Наоборот. Торрест. Туаррест. Туаррест. Мясо. Веч, веч, веч. Мозг. Войвышен, войвышен, войвышен. Вот, вот эти слова. У кого-нибудь есть идея, какое правило появления того или иного звука в Натозерском? Значит, ну, покажу, здесь уже выбрано по правилу, ну, опять же, посмотрите на три таблицы и попробуйте сформулировать его. Вот рефлекс в начале слога, когда в анлауте идет гласный. Вот мне в анлауте. И вот еще в неанлауте. Какие есть идеи? Давайте еще раз вернемся. Анлаут. Вы видите, это протасаамский, это кельгинский, это Натозерский перевод. В таблице выбраны единообразные примеры на Натозерском. Вот неанлаут. Ой. Неанлаут. Неанлаут. И вот еще неанлаут. Кто-нибудь видит какую-то закономерность? Погромче, вы включите микрофончик. То есть там, когда губной звук В, там нет дифтонга получается, что ли? Совершенно верно. Когда у нас идет после В, вы видите, здесь в литературном кельгинском, это В, оно происходит вот из такого специфического, оно полукруг, вот так вот отражается, ну это вот транскрипция автора Фаугу, то оно всегда здесь дает просто сочетание В, да, без ВУ. Это вот в начале слова. Когда этот же звук, о, полукружочек, идет в середине слова, то что происходит? Дифтонг, ну, дифтонг, дифтонг. Здесь дифтонг со второй частью А. Вы видите? По Атах, Туарес и так далее. А в третьей группе, в третьей таблице, чем она отличается от предыдущей? Вот, чем вот этот случай в инлауте отличается от вот этого? Тем, что не в инлауте, если звук губной, то нет дифтонга. А если не губной вот Ч, да, стоять, то там дифтонг все равно со вторым на... Со вторым вот Э, это значок Э. То есть вы видите, но это происходит из О простого. То есть если О простое, не в инлауте, то оно дает УЭ. А если вот этот звук Э из Алгу, то он дает УА. То есть они различаются по другим саамским языкам, по западно-саамским. То есть в литературном кельдинском все единообразно, а в других западно-саамских, что видно в проформе, различаются источники УА и УЭ. В середине слова совершенно вы правильно отметили, что в анлауте происходит В. То есть вот этот вот диктангентный элемент УА, УЭ, он уходит. Вот такая вот интересная, видите, только один звук, но дозерский-самский дает уже возможность выявить такую интересную связь, подтвердить проосамскую реконструкцию этим материалом. Вот такой пример. Вообще вот в Нотозерском там около десятка таких особых рефлексаций, каждая из них по сути как открытие. То есть вот такое вот, ну, вот это совершенно свежий материал, он еще нигде не опубликован. То есть по сути вот такой вот сбор и анализ материала дает возможность сразу сделать определенное количество открытий. Вот. А здесь, собственно, хотел бы показать пример другого случая, когда нам не помогает реконструкция, но помогает все понять первая книга, вот о которой я говорила, что найдены тысячи первых книг. И здесь я бы хотела показать, как эти первые книги помогают осмыслить даже материал современных говоров. Опять обратимся к саамскому. То есть вот у нас был Нотозерский саамский, а есть записан еще диалект кельдинского саамского говора, расположенный в деревне Воронина. Вот. Вот он, собственно, мы его видим. И давайте посмотрите, пожалуйста, и скажите, чем. То есть в графе Word у нас дан литературный кельдинский, а в графе Транскрипция у нас дан вот, ну, этот диалект. Посмотрите, пожалуйста, чем отличается этот диалект, и я повключаю сейчас звуки, от литературного кельдинского. Поцк, 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 поцк. Офка, офка, офка. Баран, баран, баран. Вилькис, вилькис, вилькис. Вилькис, вилькис, вилькис. Альт, 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 альт. Капша, капша, капша. Шур, шур, шур. Вот. Как вам кажется, ну, вот даже на первых словах, в чем заключается отличие? Гласно сокращается, что ли? Да. Здесь нет долгих глаз, которые есть в литературном кельдинском. Видите? Ну, и анализ пройти это подтверждает. При этом, литературный кельдинский, это не то, что он такой в графике. У нас есть запись хорошего информанта литературного, и там реально очень четко слышны долготы. Ну, это деревня Воронина. Информант владеет хорошо русским языком, как бы на языке своем, самском, практически говорит мало. И то, что отсутствие гласных, долгих гласных, сразу было истолковано, ну что, утерял. Утерял, под влиянием русского вот это противопоставление ушло. И, конечно, и у меня была такая первая гипотеза. Мне кажется, даже в каком-то докладе, вот Александра Эрштадт из Мурманска, который собирала, так это и опубликовала. И тут мы находим первое Евангелие на саамском языке. Вот. Ну, вот пример того, как оно выглядит. Оно у нас есть и там на сайте, и конкорданс. А это вот пример росписи уже, росписи этого Евангелия. Видите, то есть у нас в Евангелии есть форма, например, Ач, Отец. У нас вот выписано, где она встречается, литературная Ач, Сократкин, да? А вот есть, допустим, тоже случай, когда соответствует вот Кавцант 8, литературная с долгим. И то есть мы видим в Евангелии, что там тоже отсутствуют долготы. Евангелие, оно более раннее, чем литературные кельдинские долготы там тоже отсутствуют. Как же это можно объяснить? И далее мы сравнили полностью текст Евангелия по лексемам с литературным кельдинским и с воронинским говором. Видите, и какая у нас, собственно, получилась картина. Вот если мы посмотрим на эту таблицу, то становится ясно, что воронинский говор соответствует Евангелию, которое написано вот в кириллице, о звуке, очень хорошо. То есть воронинский говор отлично соответствует, по сути, Евангелию. Есть, конечно, некоторые моменты, ну, изменения. Вот какие изменения вы видите в воронинском говоре по сравнению с текстом Евангелия? Разницу какую? В микрофоне. Долгота опять в некоторых вот мур... Нет, в воронинском говоре долготы тоже нет. Вопрос какой был, простите? А в чем разница воронинского говора и Евангелия по гласному? Звук «э», да? Вот там в воронинском «э» краткий, а в Евангелии это получается как дифтонг, что ли, «и». Да, еще какие разница? И «уе», а нет, там что, дорога? Там есть где-то «уе» такое, где-то «э», да, после «в» опять же оно. А в Евангелии это «уа». Еще какое отличие? «О» краткий, вот погасить, погасить челюсть и копать, там краткий опять-таки звук, ну то есть там один звук «о» и «а» после «у», да? «А» после «у», «куа», «куа», «уа», «уа». То есть, ну, но в целом мы видим, что какой-то звук в воронинском соответствует тоже одному звуку в Евангелии от Матфея в первом переводе. А если мы посмотрим на литературный, видите, какая большая разница между литературным и Евангелем, да, то есть, ну, более большие отличия, присутствует долгота и так далее. То есть, один звук «а» в Евангелии соответствует трем разным в литературном кельдинском, «о» соответствует даже четырем и так далее. И, собственно, если мы дальше сравниваем с просамским, то мы увидим, что вот у меня опубликована эта тема статья в урал-алтайских исследованиях, что воронинский говор и Евангелие от Матфея очень близки к просамской реконструкции. То есть, они гораздо более архаичны. А литературный кельдинский с его долготой, по сути, не находит поддержки в других самских языках. То есть, эта долгота инновационная в литературном языке. Вот. И ответить на этот вопрос нам помог, по сути, памятник и обращение к нему. То есть, он показал, что является более архаичным. Оказывается, это вот такой вот маленький говор, который там говорит, наверное, несколько человек. Вот он сохранил архаичные черты. А литературным произошли определенные инновации. Дальше я покажу, как мы изучаем ударение. Что у нас получается по ударению. И как это возможно анализировать. Например, на материале хантыйского языка. У нас, собственно, было определенное количество данных о том, что в хантыйском языке есть разноместные ударения. Ну, часть из них были ранее не опубликованы. Это архивные данные Кастрена по южно-хантыйскому и в тыжскому диалекту. Это данные Калининой, собранные в архиве Дульзона по васюганскому диалекту. Это данные, опубликованные Николаевой по обдорскому диалекту хантыйского. И, значит, собранные уже в рамках наших проектов данные Ониной по шурышковскому и низямскому диалектам. И данные Марии Амелиной по салымскому диалекту и Коровиной по сургутскому диалекту. То есть, реально достаточно много данных о том, что ударение в хантыйском языке было разноместным. Но, на самом деле, правила в разных диалектах были, видимо, достаточно различные. Поэтому, если мы берем слово одно в разных диалектах, оно может быть ударение на разных местах. Но есть и какие-то моменты, которые все-таки единообразны. И здесь я бы хотела показать маленький такой фрагмент про то, какой есть параллелизм ударения в архиве Кастрена, записанном в 1845 году. Я его нашла в обществе Кастрена. Он хранится на карточках, на таких листах больших. И в низянском диалекте хантыйского языка, это экспедиция 2011 года. На этом диалекте сейчас совсем мало носителей владеют. Одну носительницу Софья Владимировна Онина записала, она проживает в Ханты-Мансийске, и четыре носителя проживают в лесах. Она туда ездила, на лодке, отыскала. Вот у них еще более явно выражены вот эти особенности ударения. Вот покажу несколько примеров. Вот видите, иртышская, это запись, сделанная Кастреном, ударение поставлено на первом слоге. И вот запись с обработкой в праате. Видите, желтым помечен ударный звук. Антуб Вот здесь вот тоже запись Кастрена, ударение на первом слоге, вот у нас. В Низянском. Олнад Запись Кастрена, ударение на первом слоге, и вот в Низянском. Пелик А вот ударение не на первом слоге у Кастрена. Нюдхи Вот тоже ударение пихта не на первом слоге. Пощарюх Пощарюх Река не на первом слоге у Кастрена. Юхан Вот, ну здесь мы, я привела только несколько примеров того, как мы это исследуем. То есть, если мы находим в архиве какой-то список со словами, с ударением, да, на каком-то слоге, то мы поликсемно берем из живого диалекта, анализируем эти слова в праате. И вы видите, в праате, кроме того, что мы слышим на слов, наглядно видно. Вот гласный у, во-первых, он гораздо короче, да, во-вторых, он значительно менее интенсивный. То есть, интенсивность показывается вот этой вот желтой линией, ее можно в праате измерить значение. И таким образом мы доказываем, где находится в этом говоре ударение. Вот. Ну, и в данной ситуации оказалось, что поликсемное сравнение полностью подтверждает место ударения в низямском диалекте хантыйского языка и в данных Кастрена, по уже исчезнувшему диалекту. Вот. И это ударение, значит, вероятно, было свойственно западно-хантыйскому пройзыку. Восточно-хантыйское ударение еще нуждается в дальнейшем изучении. И вот на это лето мы запланировали, надеюсь, несколько экспедиций с носителем Ваховского, Александровского, Васюганского диалектов, у которых мы будем дальше изучать их фонетические особенности. Вот. А теперь я покажу, как вот это вот хантыйское ударение соответствует мансийскому ударению. В 2013 году Иван Стенин предпринял экспедицию в два села Октябрьского района, хантый-мансийского округа, село Нижний Нарынкары и село Перегребное. Он опросил довольно много носителей и записал по возможности от них полные словари. Вот. И, соответственно, вот здесь я покажу, то есть здесь, если там в низянском языке ударение либо на корне, либо на второй гласный, оно фиксировано, то мансийский язык, мансийский глагол характеризуется тем, что в нем вместо ударения меняется в парадигме. Вот, послушайте, как это звучит. Я жду ю. Ян тофтэйгу. Ян тофтэйгэн. Тав тофтэйгэн. Тав тофтэйгэн. Мэн тофтэймэн. Так, ну вот здесь вы слышите, я не буду все включить, ударение на первом слоге. А вот ударение всегда на последнем слоге. Это другая парадигма. Вот. И вот, соответственно, разноместное. Где-то на первом слоге. Я иду. Ам ёмэгэгэн. Ты идешь. Нэн ёмэгэн. А вот вы идете вот так. Вы двое идете. Нэн ёмэян. Нас много, мы идем. Ман ёмэгэн. Вы идете. Нэн ёмэян. Нэн ёмэян. Вот. То есть здесь мы видим, что в результате анализа выявилось, что есть три разных парадигмы с разной возможностью перемещения места ударения. Вот. И мы далее рассматриваем, как они соответствуют другим языкам. Вот. И для сравнения мы привлекли южно-мансийский. То есть если обской диалект это северно-мансийский, и ранее в нём разноместное ударение просто не было описано, то далее мы к анализу привлекаем южно-мансийский материал по словарю мункачи, где ударение отмечено. Вот. Если оно не отмечено, то оно на первом слоге. И так же с помощью спектрограмм мы сравниваем, что происходит. И здесь мы видим, что если на первом слоге, то и в Абском на первом слоге. А если, допустим, вот в Абском не на первом слоге, то и в Тавгинском, вот видите, тоже ударение не на первом слоге. А вот как это в Абском звучит. Там пилают. Вот. Вот таким вот образом, я не буду показывать весь этот материал, вот таким вот образом мы анализируем место ударения с помощью программы ПРААТ и сравнения с архивными данными. В результате этого анализа, собственно, была получена вот такая вот картина, то есть что ударение выявляется достаточно системно в разных мансийских диалектах и оно вот таким образом связано с хантыйским. То есть в первой группе ударение на первом слоге в мансийском, на втором в хантыйском, во второй группе на втором слоге в мансийском, на первом в хантыйском, а в третьей группе разноместное в Абском здесь на втором слоге и разноместное в мансийском, в мансийском-тавгинском на первом слоге, в хантыйском на втором слоге. Вот. То есть таким образом мы, собственно, можем, ну, реконструировать место ударения. Вот, собственно, это примеры того, что нового удается получить при сборе полевых данных. Подводя итоги, можно сказать, что с одной стороны нам часто удается уточнить транскрипцию. Первое. Понять, откуда происходит тот или иной гласный и как он коррелирует с другими диалектами. Вот то, что я показала на Нотозерском. Как он коррелирует с языком первых книг. То, что я показала на Кельдинском. И описать, допустим, вот место ударения. То, что я показала на хантыйских и мансийских диалектах. Вот. Но вот это то принципиально новое, что в целом происходит, ну, получилось для большинства уральских диалектов. Что-то интересное новое найти. Вот. Возвращаясь к обзору, к нашему сайту, что уже есть и что нам, собственно, бы хотелось иметь дальше. То есть у нас сейчас, в чем недостаток, к каким областям я бы хотела призвать людей работать. Да. У нас достаточно мало материала по карельскому языку. У нас собраны, вот хорошо, санские языки на территории России, еще поэцетерсанский. Но западно-санские языки почти не собраны. Вот. Мы видим, что довольно мало собрано материала по мордовским языкам. То есть у нас есть только один диалект арзианского и один диалект макшанского. То есть, в принципе, мы присылаем специалистов по мордовскому языку к сотрудничеству. Марийский язык уже собран, еще пермский марийский ряд, собран в словаре, они в обработке. Марийский, в общем, не так плохо охвачен. Довольно хорошо охвачен комий язык. У нас несколько диалектов по коми пермятскому, южному, северному, коми зырянскому, коми язвинскому. Все их можно найти на сайте. Они с ударением, с этимологией и так далее. Хорошо у нас обработан удмуртский. То есть здесь мы видим, что по всем группам удмуртских диалектов есть... Есть словари, словники, исконные лексики. И вот мы можем это слово прослушать на всех группах диалектов. Вот, то есть, ну, вот удмуртский, как бы, плюс, есть еще по нему памятники. Они уже тоже введены в формате конкорданцев. То есть, удмуртский язык, это фактически то, что в идеале мы бы хотели получить для каждого языка. Материал по всем группам диалектов в виде словарей с хорошей транскрипцией. Транскрипция была опробирована в кандидатской диссертации Безиновой Марии, которая была защищена под моим руководством. Она доказала, в общем-то, правильность работ Кельмакова и реконструировала еще две дополнительные удмуртские фанемы, которые находят отражение вот в этих вот диалектах. Вот, и также сейчас работает над словарями памятников. Вот, видите, вот словаря памятника, который тоже уже полностью осмыслен. Какие результаты он дал, дало его осмысление, я буду рассказывать на следующей лекции. То есть тоже покажу, как памятники нам дают сделать возможность какие-то совершенно иногда неожиданные открытия. Вот, поскольку у нас сейчас ряд памятников у членов нашей лаборатории находятся в работе, то им, наверное, будет интересно, как, вот что удалось сделать на других языках. Вот, ну, активно идет работа по хантыйскому. То есть даже вот здесь вот благодаря работе Елены Ковалевой уже мы можем услышать то, что ребята собрали, вот, съездив в мае, вот, относительницы вот Александровского говора. Здесь у нас идет литературный аналог, вот, и транскрипция, и перевод транскрипции еще не подготовлен. Александровский говор, немножко на нем остановлюсь, собственно, из СМИ была о нем информация. Этот говор, он изучался ранее в лаборатории Дульсона. К носителям этого говора активно ездили члены этой лаборатории. Но, к сожалению, в сети нет информации о фонетической транскрипции, об ударении, и нет примеров звука или примеров текстов. То есть для нас, как для исследователей, фактически ранее информации об этом говоре не было. А при работе с ним мы сразу видели достаточно много архаичных черт. Вот, в частности, место ударения, которое ранее не было описано. Поэтому он приобретает большое значение. И интересно было то, что вот и Фильченко Андрей Юрьевич, руководитель лаборатории, сказал, что там, где они собирали, уже 10 лет назад все носители были около 80 лет. А здесь поехали ребята в Ново-Югина, и неожиданно их женщина вывела на свою знакомую, которая, ну, не такого, сколько ей лет? Около 50 лет. То есть она не такого преклонного возраста. И есть на черт еще, вот, на дальнейшую работу с ней. То есть мы планируем, вот собрали, ну, сразу не поняли даже ценность, собрали какой-то словник. Но мы планируем дальше вот это обязательно развивать и собирать дальше вот этот вот словарь. То есть вы видите, что работа сейчас у нас по гранту идет достаточно динамично. Вот в мае съездили, уже в июне есть какой-то небольшой результат на сайте, который могут все посмотреть. Вот. Достаточно динамично у нас идет работа по памятникам. Здесь вот хочется отметить работу Ирины Молдановой, Егора Кашкина, которые, вот, ну, представляют свои тексты. Вот, видите, то есть мы можем сразу на сайте открыть эти тексты, их увидеть, ими воспользоваться. Вот они сделаны по всем правилам нашей гласировки. Эти тексты возможно преобразовать в словарь. Вот сейчас тут не так быстро открывается. Вот здесь вот есть опция Convert to Dictionary. И когда ты нажимаешь эту опцию, то у тебя происходит конвертация в словарь. И по каждому из диалектов, по которому мы работаем, кроме текстов, у нас автоматически появляются и словари. В которых удобно видеть морфологию, удобно с ними работать. Вот. По мансийскому языку у нас тоже представлен материал практически по всем уже живым группам диалектов. По обскому диалекту северному, по сосьминскому диалекту, по пилымскому западному диалекту. Здесь архивный словарь. По восточному диалекту. Вот здесь есть вот звук. И, соответственно, так же, как для удмуртского, мы можем посмотреть и этимологию. Чанг. Вот слово бабушка. Вот как оно звучит в северном диалекте. Это было восточным. Сау. Ой, это бедро, а вот бабушка. Чанг. Чанг. Вот, а вот тут два слова объединились, бедро и бабушка. Надо разъединить. Вот. Собственно, вот, ну, вот так вот мансийский. И, конечно, очень активно ведется работа по селькубскому языку. Вот, Сергей сделал большой вклад. Он уже обработал одну книгу Григоровского. Сейчас они с Надеждой Федотовой полностью обрабатывают Библию. То есть, Ветхий и Новый Завет. Их результаты тоже можно видеть вот здесь вот. Вот. Это уже достаточно большие коллекции текстов с большим количеством словопотреблений, словари, на основании которых мы можем делать разные выводы, имеющие и морфологические, и про морфологию какие-то выводы, и про графику этих текстов. И сравнивая их с помощью этимологии с живыми диалектами, со звуком, мы можем делать вывод об их диалектной принадлежности. Вот. По тюркским языкам у нас собрано, значит, тоже какое-то количество, и мы всех, в общем-то, призываем к работе. У нас есть, в частности, недостаток в каких, ну, в каком материале. Вот, смотрите, что у нас собрано, не так много по разным языкам. Все остальные языки мы по ним призываем собирать. То есть, у нас более-менее охвачен алтайский язык, ну, тубаларский, теленгитский. Есть немножко материалов по уйгурскому языку. Вот, лучше охватен чулымский, башкирский, татарский. По ним материалов пока мало. Вот. Неплохо охвачены казахский, хакасский. И остальные тюркские, по ним практически сейчас нету материалов, вот, доступных онлайн. Сейчас готовятся небольшие словарики якутского языка, и, собственно, все. То есть, мы по другим языкам, по монгольским, по тюркским, вот, призываем людей участвовать и собирать материалы. Они достаточно хорошо, эта работа оплачивается на каждом уровне. И в таком вот формате тоже предоставлять на сайт. И вот делать такое большое дело, этимологические, звуковые словари уральских и алтайских языков. Спасибо. Какие-то вопросы, может быть? Все, тогда, наверное, закончим. У нас небольшой перерыв, 10 минут, да? У нас небольшой перерыв, 10 минут.